МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главные события города-региона в ближайшие 15 минут. Здравствуйте! В эфире новости Тольятти. В студии Денис Капля. Смотрите сегодня. Вакцина от коронавируса хватит на всех. На этой неделе ожидается новая поставка ДОС в регион. В районе села Климовка продолжается возведение моста через Волгу. Выход и тем более выезд на лед в районе строительства объекта опасны для жизни. Расскажем почему. Как современные гаджеты помогают в образовании молодежи? Наши журналисты побывали в одной из школ города и посмотрели, как сегодня работают компьютерные классы. Метель, оттепель, дождь и снег. Какие сюрпризы готовит нам погода в феврале? Все, кто добровольно записался и еще не привился, должны получить вакцину. Такое поручение дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на заседании оперативного штаба. На данный момент первую дозу получили более 21 тысячи человек. Напомним, вакцинация от коронавируса проводится в два этапа. Те граждане, которые проявляют эту инициативу, которые сами активно думают о своем здоровье, здоровье окружающих, в первую очередь должны вакцину получать. В первую очередь даю вам поручение, вот в первоочередном порядке, это не противоречит существующим подходам, с учетом того, что мы начинаем массовую вакцинацию. У нас достаточно вакцин, чтобы всех медиков привить. Поэтому вот все, кто записался, вот есть у вас 600 человек из тех, кто записался, еще добровольно, сами, на опережение и не провакцинированы. Вот в первую очередь их провакцинируйте. На этой неделе до 4 февраля ожидается новая поставка вакцины в регион, почти 29 тысяч доз. Для жителей области доступна возможность электронной записи на вакцинацию от COVID-19 посредством портала единой электронной регистратуры Самарской области и портала госуслуг. Дистанционно можно записаться на прививку жителей также и через горячую линию по коронавирусу. Номера телефонов 122-8800-302-2163. И через локальные колл-центры, поликлиник или их регистратур. Обращаю внимание, что расписание в учреждении открывается для записи при поступлении вакцины и закрывается, когда она заканчивается. В ближайшие дни ожидается крупная поставка вакцины. Как только она прибудет в регион, учреждение актуализирует электронное расписание и вы сможете себя на нем записать. И в продолжении темы вакцинации. Ветераны и пенсионеры АвтоВАЗа, стоящие на учете и получающие медицинское обслуживание по полюсу МС в медсанчасти ВАЗа, уже сейчас могут пройти вакцинацию от COVID-19. Для этого необходимо записаться на процедуру по телефону, который вы видите на своих экранах. И вам будет назначен день и время прививки. Перед процедурой будет проведен обязательный предварительный медосмотр, по итогам которого, исходя из всех показателей состояния здоровья, врач определит возможность вакцинирования. Еще раз напомним, записаться на процедуру можно по телефону, который вы видите на своих экранах. И в продолжении новостей АвтоВАЗа. В течение февраля продолжают действовать фирменные акции «Ладо» и условия государственных программ, позволяющие приобрести новый автомобиль на максимально выгодных условиях. Госпрограммы предусматривают 10% выгоду при покупке автомобиля в кредит. Также действует программа поддержки продаж автомобилей «Ладо СНГ» на природном газе в качестве моторного топлива. Приобретая автомобиль «Веста» или «Ларгус» у официального дилера «Ладо», можно получить выгоду 138 тысяч рублей. В течение февраля продолжают действовать собственные программы «Ладо» – «Трейд-Ин», «Ладо Финансы» и «Ладо Лидинг». Автомобили 2020 года выпуска – выгода от 10 до 50 тысяч рублей. Также дополнительная выгода в 10 тысяч рублей предлагается при покупке автомобиля «Ладо Нива». Подробнее об условиях предоставления выгоды на сайте «Ладо.ру» и у дилеров «Ладо». Пандемия коронавируса затронула практически все секторы экономики, в том числе сказалась на фондовых рынках. Пока аналитики остаются осторожными в своих прогнозах, инвесторы ищут растущие возможности для своего капитала. Какие направления могут оказаться наиболее привлекательными? Вот что говорит об этом эксперт, директор представительства инвестиционной компании «Финанс Тольятти» Александр Адамов. Сейчас ситуацию для входа на фондовый рынок мы оцениваем как позитивную. Сам рынок растет. Он вырос уже достаточно серьезно за 2020 год. Однако в горнодобывающем секторе, в секторе финансов, телекоммуникаций и пассажирских авиаперевозок, еще существует большой потенциал роста. Ряд компаний из этих секторов экономики до сих пор ощущают на себе последствия пандемии коронавируса. Но, несмотря на это, потенциал их роста все еще остается высоким. Мы думаем, что он будет реализован в 2021 году. И к другим темам. В районе села Климовка продолжается возведение моста через Волгу. Для обеспечения работ вдоль линии строительства объекта пробита майна, которая круглосуточно содержится в открытом состоянии. Ее опасность в том, что выпавший снег прикрывает прорубь, а это затрудняет ее обнаружение. Выход и тем более выезд на лед на снегоходах и квадроциклах в районе строительства моста опасны для жизни. И вот, что об этом говорят спасатели. Спасатели Центра гражданской защиты постоянно осуществляют мониторинг ледового поля. Мы производим замеры, выявляем опасные места и, естественно, доводим их до населения города. Сейчас на данный момент толщина льда составляет более 40 сантиметров. Тем не менее, есть места наиболее опасные. Это у нас шлюзовой район. Также есть у нас опасное место в районе строительства моста, который происходит в Климовке. Там происходят строительные работы. Соответственно, забиваются сваи. И ледовое поле тоже также там подвергнуто, скажем так, физическим воздействием ввиду этой стройки. Поэтому это место также считается опасным. Не рекомендуется ни в коем случае посещать его. Мелый пластик уходят в прошлое. Вместо привычных досок в учебных классах все чаще можно увидеть интерактивные панели. В минувшем году по нацпроекту образования более 20 итальянских школ получили новые оборудования. Как работают, в частности, компьютерные классы сегодня? Наши корреспонденты побывали в одной из школ города. Назовите операцию, которая относится к этому времени. Так, сегодня проходят уроки в компьютерных классах 60-й школы. На интерактивной доске педагог размещает задание. И оно автоматически появляется на всех ноутбуках учеников. В минувшем году по нацпроекту образования учебное заведение получило более 30 ученических ноутбуков на два компьютерных класса, две интерактивные доски и одно универсальное устройство с функциями принтера, сканера и ксерокса. А также два компьютера для учителя и шесть управленческих компьютеров. Атмосфера в общем в классе царит такая приятная, предрасполагающая к обучению. Я был удивлен, когда первый раз вошел в этот класс после каникул. Приятно удивлен. Современные технологии очень быстро развиваются, и поэтому современная молодежь должна идти в ногу со временем. Наши современные дети привыкли к быстрому отклику на их любые запросы. Поэтому быстрый доступ в интернет, быстрая реакция учителя, быстрый ответ на заданный вопрос. Вот все это как раз и делает современное оборудование. От сегодняшних школьников завтра будет зависеть развитие медицины, космической отрасли и других сфер экономики. Поэтому оснащение кабинетов по последнему слову техники – это не роскошь, а скорее требование времени. Благодаря вот этой коллективной нашей работе, наших лицеистов, педагогов и национального проекта образования, наша мечта осуществилась, и сейчас дети здесь занимаются, им это все очень нравится. И сейчас наш пятиклассник проходит отборочный тур в WorldSkills по направлению программирования, мы за него очень болеем. Средняя цена одного такого компьютерного класса – более двух миллионов рублей. Всего же на оснащение школ новым оборудованием в минувшем году было потрачено более 42 миллионов рублей. В этом году по нацпроекту образования новое оборудование получат 47 учебных заведений Самарской области. В Тольятти компьютерные классы появятся в 33-й школе. Юрий Соколов, Андрей Комиссаров, Новости Тольятти. В Самарской области откроют несколько центров бокса. Об этом стало известно во время встречи главы региона Дмитрия Азарова с генеральным секретарем Федерации бокса России Кириллом Щекутиво. Один из спортивных комплексов появится в Самаре. Это будет центр прогресса бокса имени Василия Шишова. В нем будут располагаться секции художественной гимнастики, греко-римской борьбы, тэквонду и бокса. Второй центр построят в Жигулевске. Предполагается, что он будет носить имя Олега Асаитова. Кроме тренировок, здесь планируют проводить всероссийские соревнования. Для этого будет оборудован большой зал с трибунами. Объект заработает уже в 2022 году. Занятия в спортивных секциях, которые будут открыты в спортивных центрах, решили сделать бесплатными для детей до 18 лет. О других заметных событиях далее в нашем коротком обзоре за одну минуту. В Тольятти полицейские пресекли сбыт синтетического наркотика. Сотрудники госавтоинспекции остановили автомобиль такси. В ходе личного досмотра в кармане куртки пассажира правоохранители обнаружили пакет, в котором находились 26 свертков с веществом белого цвета. По данным сотрудников органов внутренних дел, задержанный 35-летний местный житель официально нетрудоустроен и ранее к уголовной ответственности не привлекался. Задержанный пояснил, что наркотическое вещество намеревался сбыть, размещая тайники закладки. В отношении мужчины избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники полиции напоминают, что обо всех ставших известных вам фактах распространения, употребления и хранения наркотических средств можно сообщить в ближайший отдел полиции или по телефону 112. Самарской области все по Волжье ожидает избыток осадков в феврале. Такая погода будет характерна для большей части европейской территории России, сообщили в Гидрометцентре России. Там отметили, что погода в феврале будет аномальной в нескольких регионах. В течение месяца ожидаются морозы и оттепели, похолодания и потепления. Бесплатные репетиторы для школьников могут появиться в России. В Госдуме предложили оценить возможность введения системы бесплатного репетиторства. Практика показывает, что подготовить ребенка к школьным экзаменам зачастую является делом довольно затратным. Чтобы успешно сдать ОГЭ, родителям необходимо высвободить из семейного бюджета сумму свыше 60 тысяч рублей. В случае с ЕГЭ речь идет уже и о 100 тысячах. Используют репетиторов для подготовки к экзаменам внушительная доля обучающихся. По этой причине депутаты предложили создать новую единую электронную платформу. Подготовкой ребят к экзаменам в таком случае займутся лучшие преподаватели школ, вузов и СУЗов. И к новостям спорта. Спонсор рубрики «Салон Штор Аллегра». Шторы Аллегра. Хорошие ткани по недорогой цене. Бесплатный пошив в Тольятти. Телефон 8-987-444-4469. Тольяттинка Дарья Касаткина вышла в третий групп «Джипсон Трофи». Сегодня ночью в Мельбурне прошли поединки второго круга турнира. Дарья Касаткина в двух сетах переиграла «Полону Херцог» 6-4 и 6-3 и вышла в 1-8 финала. Здесь ее соперницей станет эстонка Кая Канопи. В Чебоксарах завершились первые в этом году всероссийские соревнования по фитнес-аэробике. Тольяттинскую школу спорта и движение «Фристайл» на этих соревнованиях представляли две команды, которые стали призерами в своих зачетных группах. «Лада ТЛТ» – второе место, «Онлайн» – третье место. Тренеры команд Галина Замыцкого и Наталья Трущилева. Гонбольная «Лада» проведет очередной домашний матч в рамках чемпионата Суперлиги. Соперницами наших девушек станут гонболистки из команды ЦСКА. К данному поединку «Тольяттинки» подходят на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 26 очков. Гости занимают вторую строчку с таким же количеством баллов. Начало встречи 4 февраля в 19.00 по местному времени. Прямую трансляцию поединка вы сможете посмотреть на телеканале «Тольятти-24». И о погоде рубрику представляет сеть магазинов «Камышинский текстиль». Продукция «Камышинского текстиля» – это широкий ассортимент и высокое качество готовых изделий. Цены от производителя. Подарите домашнее тепло себе и своим близким. Фирменный магазин «Камышинский текстиль» предлагают постельные комплекты, полотенца, пледы. Цены от производителя. Действуют скидки. Продукция «Камышинский текстиль» Продукция «Камышинский текстиль» Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте в приложении «Тольятти-24» и в наших группах в социальных сетях. Так, например, вы сможете подробнее узнать о том, что между Самарской, Ульяновской и Пензенской областями пустят больше электричек. Или о том, что в России могут появиться бесплатные репетиторы для школьников. Заходите на наш сайт, читайте, смотрите новости. С вами был Денис Капля. Всего доброго и хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!